Здравствуйте, дорогие любители книг! Сегодня я хочу рассказать о светлом человеке, добром сказочнике, детском поэте, большом писателе, критике Корнеи Ивановича Чуковского. Есть бесчисленное количество книг, со сказками, стихами, песенками и загадками Корнея Чуковского. И также множество художников, которые иллюстрировали его произведения. Вот одна из этих книг. Вот так начинается. Стихи и сказки с иллюстрациями Анатолия Ильисеева. Санкт-Петербург, издательство с языком. Айболит. Токтыкины леса. Доктор Айболит. Путаница, известная, Федорина в горе. Сколько художников, столько разных интерпретаций. Крокодил. Хабрицы. Очень веселая книга. Вот другая книга с иллюстрациями Трепинок и Бордюга. Федорина в горе и другие сказки. Представлять очень трудно, что были такие времена, когда сказки Чуковского были запрещены. Они были изъяты из всех библиотек. Запрещалось печататься. И все это началось с того, что Крупская написала статью в газете о том, что стихи Чуковского являются антипедагогичными. Что они учат не тому, что так стихи писать для детей нельзя. И Чуковского, не знаю какое время, довольно-таки длительно не печатали. Мало того, что он был под запретом, но, конечно, его критиковали во всех журналах. Во всех газетах была самая настоящая травля. Трудно представить, что были такие времена. Вот иллюстрации всем известного художника Сутеева. Они самые сказочные, самые вспоминающиеся. Чуковский очень интересен как человек, как личность. Поэтому, когда у меня появилось собрание сочинений Корнея Ивановича Чуковского, я была очень рада. Причем, издание очень удачное, продуманное, глубокое. И 15 томов. Но мне прислали только 7 томов. Что-то там в издательстве не срослось. Смотрите, какое оформление. Супер обложка. Рифленые поверхности с портретом писателя. Обязательно предваряет какой-нибудь рисунок. Этот том посвящен русскому языку «Жилой как жизнь». Размышления о Чехове и воспоминания о Белье Репине, которым он был соседом на даче Чуков-Коле. Следующий том с фотографией и профиль Робинзона Круза. Это говорит о том, что Корнееван Чуковский в свое время переводил «Приключения Робинзона Круза». И весь этот том посвящен искусству перевода. Так и называется высокое искусство и из англо-американских тетрадей. Англо-американские тетради потому, что будучи еще молодым человеком, журналистом одесским, он самостоятельно выучил английский язык. Это редкость и его послали на работу по-моему в течение полугода в Англии. Работал журналистом, переводчиком и множеством произведений посвятил английской литературе. Тут предисловия к Диккенсу, Марку Твена, о Генри, Хагарту, Честертону, записки о широких улопси и так далее. Английский период. Этот том посвящен Чехову. «Живой, как жизнь» это о русском языке и воспоминания о Илье Репине. Этот он посвящен литературной критике от Чехова до наших дней Леонид Андреев и несобранные статьи. Это том воспоминаний. Так и называется «Современники». Воспоминания о Горьком, Куприне, Коне, Блоке, Ахматовой, Маяковском, Толстом, Саше Черным, Муначарском, Макаренко, Юрия Таньянове, Зощенко. Есть автобиографическая повесть «Серебряный герб». Литература из школы «Серебряный герб». Очень интересная автобиография. Там начинается с рассказом о том, что его как незаконнорожденного ребенка исключили из гимназии. И эта травма наложила отпечаток на всю его жизнь. От 2 до 5, но тут без фотографии. Вот этот том посвящен произведениям для детей. Оформлен черно-белыми рисунками, но зато рисовали такие художники как Канашевич, Радлов, Футнов, Аненков. хорошие издания, запоминающиеся. издания. черно-белые, но зато чувствуются очень сильные художники. Очень приятно читать. Приятно смотреть. Художники любили Корнеев Чичаков 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 моих родителей была большая библиотека. Она была бессистемная и также бессистемно давалось всем читать. Как вспоминаю, библиотека была хорошая. В 70-е годы наступил такой момент, что оглянулись и остался один остров библиотеки. Мы не заметили, как начался книжный бум. Как описывают, он начинался из-за того, что появились книжные стенки и массово стали искупаться собрания сочинений, книги. И так у нас остались книги только о политике, литературе вероведении и географии. И я очень-очень грустила о некоторых своих любимых книгах, в том числе вот от этой, от двух до пяти. И вот это издание я нашла два года назад, вернее мне нашел это издание Дима. я была так рада и так благодарна, потому что это издание семидесятых годов, как раз когда все исчезло. и родительскую библиотеку в последующем я восстановила. эти фотографии радовали сотни раз. пересматривали, перечитывали. все у нас брали читать. замечательная, неповторимая книга. Спасибо Диме. Вот эту книгу прислал тоже Дима Евгений Шварц «Живу беспокойно» из дневников. Я довольно-таки от незнания, скорее всего, относилась спокойно к его творчеству. Ну, откровенно говоря, Евгения Шварца плохо знала. Многие любят кино Марка Захарова. Почему я показываю этот дневник? Потому что, оказывается, Евгения Шварц был личным секретарем Корнея Чукурского и оставил довольно-таки значительные воспоминания. По воспоминаниям он отмечает, что Корней Иванович отличался сильнейшей работоспособностью. Он занимался многими делами одновременно. писал критику, писал детские книги и так далее. Но он первое отметил, что не так уж благообразен Корней Иванович, имел тяжелый характер и периодически доставалось всем очень прилично. Но и читая воспоминания сочинений, воспоминания о Корнееван Чуковском, понятно, что тут была еще и медицинская тема, потому что у него была очень тяжелая глубокая бессонница. Он мог не спать неделями, что сказалось, конечно, на его самочувствии, на его характере. вот такая книга, которую прислал Дима. Мне так поразили дневники Евгения Шварца, что я купила подарочное издание Евгения Шварц «Избранное». Посмотрите, какие выдержки из дневников. Они и с юмором, и с раздражением. В те дни я дружил с Колей Чуковским и все советовался с ним, расспрашивал, выйдет ли из меня писатель. И Коля отвечал луклончиво. Однажды он сказал, не знаю, писатель все время тянет писать. Посмотри, отец все пишет, все записывает, а ты нет. И в самом деле я никак не осмеливался писать. Действительно он раскачивался и стал писать где-то к сорока годам. И подтолкнул его опять же Корней Чуковский. В одной из статей он назвал его даровитым писателем и писателем с большим будущим. С юмором. Я как секретарь секретарь однажды ходил доказывать, что ему Корнею Ивановичу неправильно назначили налог. И я в горном Кваренгеевском здании против мостика с львами доказал кому-то, что произошла ошибка и помнится сбросил Корнея Ивановичу миллионов шестьдесят. Он поклонился мне в пояс и закричал своим особенным тенором, что я не секретарь, а благодетель. За несколько месяцев до моего секретарства разыгралась громкая история с письмом, который послал за границу Алексею Толстову, где критиковал писательское окружение, а Толстой с его довольно-таки подлингим характером взял и напечатал это в газете. Он вечно и почему-то каждый раз нечаянно обижал кого-нибудь. Вряд ли он был душевно болен, но мне казалось, что душа у него болит все время. Смотрите, какой едкий. Чуковский не любил Маршака, как и всех прочих. Очень странно, не больше, чем родного сына. Может быть, более откровенно. Как-то не позвали Чуковского, а позвали Маршака на один из приемов. Чуковский его поздравил и построил фразу таким образом. Да-да, Самоил Якович, я так был рад за вас, вы так этого добивались. Вот с этой книги началась моя взрослая любовь Корнею Ивановичу Чуковскому. Воспоминания о Корнее Чуковском. Москва. Советский писатель 1983 года. И опять же Евгений Шварц. И весь он был особенный, нос большой, рот маленький, но толстогубый, все неправильно, а красивое. Лицо должно быть казаться грубоватым, а выглядит миловидным, молодым, несмотря на седые волосы. На улице на него углядывались, но без осуждения. Он скорее нравился ростом, свободой движения. Его при спокойствии было что угодно, но не слабость и не страх. Он людей не боялся. За что я люблю мемуары? В них неповторимые фотографии. которых уже конечно таких фотографий уже не бывает. Это Чуковской женой Марии Борисовны. двадцатые годы. Это Шарж Анненкова. Запомните, я подробнее остановлюсь. Красивые. Ленинград, тридцать второй год. Москва, сороковые годы. Переделкино, 1956 год. пятидесят пятидесят ые годы. Это редкие фотографии из фотоателье на Пельбаума. Чуковской собакой Мишкой Переделкинской детской библиотеки. Вот это красивая фотография. Такая подсветка Ленинград 1930 года. Вот это тоже запомните Чуковской детьми во дворе детской библиотеки. Вот эта фотография тоже на Пельбаума Чуковской с матерью Екатериной Осиповной с сыном Николаем и дочерью Мурой Марией Ленинград 1925 года. Чуковской с игрушечным говорящим любовным Переделкино 60-е годы. Тоже запомните. Вот Чуковской в своем кабинете. Но это Финляндия на своей даче. Это по-моему а 10-е даже годы. Еще молодой. молодой. Ой, вот это вот мантия, которую он получил в Оксфорде в 60-е годы. она висит у него в кабинете переделкино. Это тоже любил демонстрировать экскурсантам, детям, которые посещали посетителям, друзьям у Бори индейского вождя. Индейского вождя. Вот эта чудесная фотография. Переделкино 60-е годы. Что меня поражает в воспоминаниях? До чего кстати это с внуками. До чего талантливые внуки и талантливые дети. Вот это воспоминания его внукам. Бездна юмора. значит он рассказывает что у них завелись осы и одна оса укусила деда. Я решил положить конец этим осиным безобразием. Но нужно сказать что как я говорила у деда дед страдал бессонницей. Вот и в это время вообще никто даже мог не пошевелиться, потому что он мог неделями не спать, несколько дней не спать и все, и это время было святое, чтобы он уснул. после завтрака по обыкновению дед лег спать. Сон его был священен, разбудить его преступление. Дом погрузился в тишину и я пустил ход в свою штуковину. Взрыв слышал весь поселок. Я остолбенело смотрел на свою руку, болтающуюся на окровавленных кочах мяса и с трудом пытался сообразить, что же такое произошло. Вот тут и ворвался на террасу дед. Он еще не видел меня и был очень сердит. С таким трудом удалось уснуть, а тут этот больший бузик устраивает свои дурацкие взрывы. Я очень испугался, я еще не понял размеров катастрофы, но зато знал твердо, что деда я разбудил и поэтому он гневе. Я сказал страшную фразу, я сказал дед прости меня пожалуйста. В этот момент мне в голову не приходило, что он примет мои слова за последнее прости. Я с перепугу совсем не это имел ввиду, но он решил, что я умираю. Ему стало плохо и он обезножив опустился на стол. С таким юмором. Вот это другая книга воспоминаний. Вот фотографии внука и Корнея Ивановича Чуковского 1964 году. По-видимому, этот внук отличался характером. Вторая ситуация была. Вы видели уже переделкинский детскую библиотеку. Там рядом устраивались встречи детей, в праздники, в конце праздника разжигался костер, у костра выступали писатели, артисты, сами дети. И это было, по-моему, ежегодно. Тут Корнея Ивановича подходит внук и говорит, что чтобы быстрее разгорелся и был более впечатляющим, я тебе помогу. Дед еще переспросил, все будет нормально, ты все выверил. Вот. Ну и он опять же что-то подложил и пламя, и взрыв был такой большущий, что было похоже на атомную войну. Как он говорит, было, наверное, слышно даже в Москве, а дачники сбежались с самых-самых окраин. Вот здесь Чуковский вместе с внуком на мотоцикле. Тут тоже история дед очень боялся за внука, потому что внук носился с бешеной скоростью. И по-видимому, чтобы подавить этот страх, часто деда видели вместе с внуком на мотоцикле. Дачники кричали Корней Иванович, вы не боитесь. Он говорит, боюсь, поэтому и езжу. Вот очередная книга воспоминаний. Воспоминания Николая и Марины Чуковской. Издана недавно в 2015 году Москва Книжный клуб 36,6. Издание бесподобно хорошее. Как всегда, замечательные фотографии того времени. Вот это старший сын Корнея Ивановича Чуковского со своей женой. Вот это талантливейшие дети Корнея Ивановича. Корнея Чуковский с Бобой Борисом Лидой и Колей в 1913 году. Это их дом Корнея Иванович с Маяковским, с которым дружил. Посмотрите, какой уютный стол. Сервис, много детей, разливается суп из супницы и стоит няня. Во всех воспоминаниях такое теплое ощущение детства Николай Корнеевич Чуковский описывает, как его воспитывали, как его любили, как занимались с ним, как учили писать, как Корнея Иванович старался, чтобы дети как можно больше видели. Вот посмотрите, какая фотография. Это чествование Максима Горького в связи с его 50-летием в издательстве семейной литературы. Все взрослые люди и на переднем плане дети Корнея Ивановича Чуковского. Он не постеснялся и привел на такое событие своих детей, чтобы они запомнили всех значительных людей, которые окружали Горького и окружали его. Вот Николай Чуковский с молодости. Вот это опять же фотография Напельбаума. Это все Серебряный век, который изумительный. Опять же Серебряный век еще здесь жив Николай Гумилев. Вот это все. Вот сам Евгений Шварц. Вот Чуковский с Борисом Пастернаком. Вот Николай Чуковский 1944 году с однополчанами. 42 год. Вот фотография с однополчанами. Чуковский с комиссаром. Вот с отцом. Вот это с женой с двумя детьми сыновьями Лидией Чуковской и с корней Чуковской. Вот это замечательная фотография опять же Напельбаума. Это вся семья. Это Николай Чуковский, Лидия Чуковского, Борис Чуковский, это сноха Марина, это внуки и еще жива была Мурочка и жена Чуковского. такая единственная внятная фотография или в шляпе или какая-то стертая фотография была. Вот Николай Чуковский. Наша страна очень богата талантами. Если бы вот такой Николай Чуковский был бы где-то в Канаде, в маленьком Голландии, то ему бы, конечно, поставили памятник, потому что он и многое написал, и многое мог. Он писал стихи, он занимался переводами, он написал две замечательные, два замечательных произведения о мореплавателя, по-моему, морские фрегаты, называется, и вторая большой роман «Балтийское небо». Еще около десятков прозы и переводил вместе с женой «Приключения Шерлока Холмса». И в тот переписку с Корнеем Чуковским и как Корнеем Чуковский ему помогал, как он и критиковал, и в то же время поддерживал и очень-очень любящий отец и любящий дед. еще тут, конечно, замечательнейшие воспоминания Марины Чуковской, тоже воспоминания любящие, уважающие своего мужа, «Но, но, к сожалению, муж, то есть Николай Чуковский умер скоропостижным в 65-м году в восемь. вот вот это книга Николая Чуковского литературные воспоминания, это книга из старой библиотеки родителей 1989 уже просыпается книга, но, пользуясь случаем, я хочу показать «Селебряный век» и редкие-редкие, редчайшие фотографии. Вот это вот воспоминание начинается Корней Иванович, Мария Борисовна в шляпке и Николай Чуковский подросток. И пошли, посмотрите. Напельбаума, фото Напельбаума, Александр Блук, Владимир Маяковский, поэт Каменский, поэт Николай Гумилёв, Ирина Адуевцева, Анна Ахматова, необыкновенной красоты фотографии, Лев Флунс, поэт умер в раннем возрасте, Сергей Колбасев, арестован, Павел Лукницкий, который написал целую биографию о Николае Кумилюве, Михаил Слонимовский, Михаил Срущенко, Владимир Хадасевич с Ниной Берберовой, Красивейшая Фотография красивейшего человека, поэта Бориса Пастернака, вот это Ида Напельбаум, Фредерико Напельбаум, Михаил Кузьмин, Максим Алина Полушина, Андрей Белый, Мусим Андрештам, Николай Чуковский, Константин Вагина, какие красивые одухотворенные лица, Стельнич, Белин Крившин, Юрий Танянов, Николай Забовутский, и вот это вот Корней Иванович, Лидия Корнеева и Николай Корнеевич Чуковский. Недавно видела передачу, что открыли музей, фотоателье фотографа Напельбаума на Невском проспекте. Это город и отец, сыновьями Борисом справа и Николаем. Борис это младший сын Корнея Иванович Чуковский, погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. Я показывала шарж Юрия Аханенкова, тоже пользуясь моментом, хочу, чтобы почувствовался серебряный век. Юрий Аханенков, дневник моих встреч, цикл трагедии называется. Это искусство Ленинградское отделение 1991 года. Смотрите, как с юмором. Вот так левый глаз подмигивает, так правый глаз подмигивает. Юрий Аханенков, это художник Серебряного века. Он уехал в эмиграцию и написал очень-очень сильные воспоминания, впечатляющие воспоминания. И всё это с его же рисунками. Максим Горький. Елислав Ходосеевич. Это конечно незабываемые конечно рисунки.